Битва за медицинский университет разворачивается в Одессе. Я напомню, в преддверии выборов ректора, которые состоятся осенью, там не прекращаются скандалы. Сначала были проверки, потом приказ Минздрава об увольнении ректора Запорожана. И вот сегодня силовое противостояние. Все подробности в материале. Утро. Одесский медуниверситет. В здание врывается группа неизвестных, перепрыгивая через турникеты. Выламывают двери приемной ректора и баррикадируются. Все это при участии нардепа Сергея Мельничука. Шокированные преподаватели говорят о рейдерском захвате вуза. Цель сначала отстранить от руководства Валерия Запорожана, а затем на выборах ректора привести к победе своего кандидата. Проникли незаконно взрывавшие пломбы в кабинет ректора. Знаходятся зараз там, на челе, с так званым выконывающим обовязки ректора, профессором Аймедовым. Константин Аймедов, преподаватель, которого в среду Минздрав назначил руководителем вместо уволенного Запорожана, заявляет, три дня не мог попасть на рабочее место. Дескать, педагоги банально не пускали его в здание. Вот, мол, и пришлось мешаться активистам. То есть я должен уже три дня работать. Вместо этого я три дня занимаюсь непонятно чем. Активисты обеспечили поддержку мне просто. Все, я им за это благодарен. Сотрудники университета действительно отказываются признавать легитимность назначения Аймедова. Говорят, приказ об увольнении Запорожана был подписан, когда тот находился на больничном. А это прямое нарушение закона. Это первая основа, с которой профспілковая организация университета и работники не выполняют наказ про освобождение ректора Запорожана с займанной ним посадой ректора. Напомню, Минздрав уволил Запорожана за то, что тот якобы не пустил в университет членов Киевской комиссии, которые приехали в Одессу с проверкой. Более того, Ульяна Супрун утверждает, что Запорожан, цитирую, выкинул проверяющих из университета. Журналисты недоумевают, почему же тогда нет ни фото, ни видео этих скандальных событий. Вас, журналистов, уже не было. И они не фильмовали и не снимали это, но их не допустили до проверки. А вот в самом университете утверждают, комиссию никто не выгонял и в здание проверяющих пустили. Более того, в тот же день продемонстрировали нашей съемочной группе работу комиссии в одном из помещений вуза. Так или иначе, исход противостояния пока не ясен. Дискуссия перешла в судебную плоскость. Коллектив медуниверситета обратился с иском в Печерский райсуд Киева. Требует признать действия Минздрава незаконными. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Одесса. Продолжение следует...